слушаю кто это я вас слушаю кто это а вы не узнали нет извините не узнал меня розбанк почему я должен узнать по голосу а вам не розбанк нет не по голосу вы по номеру телефона уже должны не глянул душа моя не глянул я на телефон не глянули нет следующий раз смотрите павел николаевич у вас задолженность образовалась 10 месяцев кредит не оплачивайте 17 950 на просрочке тем более это не просто просрочка 13 июля вам было выставлено заключительное требование гостить всю задолженность требования до сих пор не выполнили а кто требует неисполнение требования требует розбанк неисполнение требования повлечу судебные тяжбы сейчас бы это когда знаете что-то тяжелое а в моем случае ничего тяжелого нет павел николаевич но если не тяжелая посильная значит идем и производим оплату не вы пожалуйста тон такой приберегите для своих родственников и знакомых вот наставительные наставительные я кандидат наук и я не привык со мной в таком тоне разговаривали я тоже кандидат технических наук да ладно и в какой области если не секрет а вы в какой кандидат технических наук я в области экономики да ладно и вы работаете по прыжайкой а каких это пор в российской федерации кандидаты технических наук работают химических кем работают как-то ваша должность не сочетается с той сферой я был вынужден сообщить потому что мне бы так не дали денег мы зарплаты как кандидат наук должны понимать а подождите мне хотелось бы вы то есть выбираете с кандидатом наук тон выбирать вежливый а со слесарями так на айты да то есть слесаря для вас это второй сорт знаете какой слесарь это вы так думаете не подождите вы сейчас такого не говорили сомнению и почему-то а кто сказал кто сказал что в конферте вашего заявления было тоже вы такой кандидат наук вы просто слесарь вы сказали я не сказала что вы простой слесарь то есть вы трудящийся класс не уважаете а вы кандидат экономических наук работаете по прыжайкой вот понимаете мне не стыдно находясь статусе кандидата химических наук да попрошайкой вы звоните попрошайки на улице стоят еще вот там где вы сейчас сидите а я вам звоню попрошайте тоже вокруг вас разговариваю с вами требовательным тоном а кто вам дал право требовать меня кто вы такая девушка кто вы такая я уполномоченная банком лицо да ладно а доверенность номер доверенность то сообщите пожалуйста мне а зачем мне доверенность а мне зачем с вами сейчас поддерживать разговор мне сейчас позвонит 25 человек самостоятельно позвонить не может так как банк неодушевлен банк нанимает на работу сотрудников так вот у сотрудника полномоченная банком лицо да а чем как он вас упал на мочи да да и меня задолженность и доверенность для этого не требует ли вы мне не скажите пожалуйста вот такие вот темы разговора не уходите почему это свои уйдите мои эмоции на месте а вас я чувствую подрывает тукан я так думаю разговаривать спокойно я совершенно спокойно я обедаю кушаю ластусь она поручила овощами полезная еда у вас есть на что пообедать конечно есть у меня есть деньги на что продукты покупать а вы что подозреваете что я должен проживать отдать и жить в проголодь не покупать продукты в своем уме баишня я вам конкретный вопрос задаю в своем уме я повторяю вы предлагаете мне игнорировать тебя и приоритет поставить амбиции коммерческого учреждения я предлагаю вам устроиться на дополнительную работу нет душечка я буду работать для того чтобы выполнить свои обязательства согласно законодательству восемь часов все более а в нашей стране действует трудовое право да вы имейте право по своему желанию по своему усмотрению устроиться на несколько раз если вам по своему желанию и по желанию банкиров по праву павел николаевич по праву по праву да не хочу нет у меня этого желания нет желания не появится вы возложили на себя обязанность да да воспользовались чужими деньгами и что деньги чужие потратили наличь он же отдавать свои я их потратил на науку идти поэтому очень сильно хочу но у меня нет этих денег нечем отдавать нечем это ваши проблемы почему ваши проблемы это не мои проблемы это ваши проблемы у вас-то денег не хватает душечка вы за следите за своими словами как это может быть а кто вы душечка как вы мне сказали родственников своих так называйте павел его скрипт такой да вот так можно разговаривать с должником а еще будут слова я знаете угадаю конструктивный диалог не получается не говорите со мной параллель так вы говорите видите какой я подкованный я с такими попрошайками очень часто общаюсь часто звонят и посылаю да 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 и всех вас посылаю на три буквы посередине буква у суд айванович приготовьтесь к аресту вашего имущества может если вас будете посылать как это вы решили что у меня будет арестовать мое имущество и исполнение судебного постановления конечно же вы дожди и дэвоваmas да еще шаг на сжига салоне и ничего я нечего в этом и вот как вы тянете в чем они закона левок коллектором коллектора я тут на попу упал от Стоявите свое красноречие перед коллекторами и уволите свою покажите, посмеетесь. Я до 28 лет занимался активно боксом. Я мастер используется по боксу. Сиди коллекторов в такой публике не существует. Кандидат наук. Причем здесь бокс. А потому что вы меня пытаетесь запугать коллекторами. Это кто такие? Я же не виновата, что вы пугаетесь, Павел Николаевич. Что же вы такой пуганый-то, Павел Николаевич? Я не пуганный. Вас, наверное, жизнь напугала. Меня? Я вас не напугала. Нет, не напугалась. Ваше восприятие. Это конкретно ваше восприятие. Что же вы так сразу напугались? Кто напугался? Мастер спорта по боксу напугался по прошайку? Я даже по голосу слышу. Эмоции еще больше в голосе появилось. Да вы меня повязывали. Голос какой-то тонкий стал. Я ел лосеса на пару. Очень странная реакция на слово коллекторы. Да, конечно, коллекторы от слова говно. Какашка. Первый раз такое слышу. Коллектор, коллектор. А при чем здесь фекалий и бокс? Объясните мне, кандидат наук, в чем взаимосвязь? А нет, тут взаимосвязь. Вы просто цепляетесь за слова душа моя и пытаетесь меня вывести из равновесия. У вас это не получается. Я сижу и наслаждаюсь лососем на пару и овощем. Очень полезная еда. Мне сейчас нужно скинуть пару килограмм. Понимаете? Я слежу за тобой. Рекомендую хлеба побольше. Не-не-не-не. Во хлебе углеводы. Быстрые углеводы. И это не получится. Я вам как кандидат... Неконструктивный, надо говорить. Неконструктивный. Вы чего забыли? Целесообразный. А в чем тут термин? Целесообразный. Какую цель вы преследовали? В течение трех дней оплаты... Ой, а что будет, если не оплачу? Что будет, если не оплачу? Коллекторы придут? Бабайка? Данные свои по анкете уточните. Сейчас. Себя придите. Бабайка придет через три дня, да? Бармалей. Очень трудно. Очень трудно будет объяснить в суде, почему... Ничего обсуждать не буду. Заочный формат судопроизводства. В том случае, если вы подойдите на меня в суд. С этими терминами общаться, то по-моему очень умблевает. Ага, вы не подойдите на меня в суд. Если подойдите, тогда будем общаться. Того банка, с которым вы должны крупную сумму денег. И еще? Сколько я там должен? И еще, Павел, ну тебя придите. Да нормально, я сейчас лосось поем, пойду на...